Добрый день, спасибо большое. Я сейчас попробую настроить свою презентацию. Меня слышно? Вас прекрасно слышно. Пока вы настраиваете презентацию, хочу сказать, что ВКонтакте нас уже посмотрели более двух тысяч пациентов. В Ютьюбе несколько меньше, но в зависимости, где нас больше смотрят. Поэтому мы ждем IT-службы. Помогите, пожалуйста, Михаилу Савельевичу. Да вроде бы... А, так, мне нужно... По идее, если все видят мои слайды... Видим и слышим. А, ну все, тогда все работает. Вот, спасибо большое. Это, на самом деле, мое первое выступление на «Белых ночах». Сразу вот онлайн. И сразу с таким видом контента, который для меня, конечно, как для врача, очень непривычен. Потому что обычно мы делаем доклад на какую-то медицинскую тему. Там полно графиков, всяких разных ссылок, сложных таблиц и терминов. А тут нужно рассказать о чем-то без графиков, без ссылок и без таблиц. Потому что тот проект, который мы сделали, собственно, да, он не научный, скажем, а такой пациентско-ориентированный. Ну вот, столько всего нового и сразу. Возвращаясь к предыдущим комментариям, как раз-таки моя презентация о том, как подготовить того самого активного водителя, о котором мы только что обсуждали. И, значит, этот проект, который мы сделали, с большим количеством партнеров, которых дальше, он как раз, он произошел от совершенно моей жуткой лени, потому что практически каждую консультацию, это много раз в неделю, я должен, ну, где-то там, как раз-таки где-то, ну, половину консультации, там 20-30 минут тратить на объяснение каких-то базовых вещей, которые на самом деле очень легко пациенту найти самому, но совершенно невозможно найти в нашем интернете. И это презентация и проект про пациентские гайдлайны. Обычно, когда мы говорим слово гайдлайн или методическая рекомендация, конечно, мы говорим о врачебных гайдландах, методических рекомендациях, клинических рекомендациях. Это, собственно, такой свод правил или стандартная операционная процедура, по которой мы, врачи, лечим пациентов. Казалось бы, какие могут быть гайдлайны для самих пациентов, но, как оказалось, это возможно. И откуда наши пациенты достают информацию? То, значит, можно спросить, как в известной песне, у Тополя, у Ясеня или у Интернета. Ну, значит, конечно, все спрашивают у Интернета. И что же они находят? В Рунете, да, это, как правило, вот просто берем любую обычный пациентский запрос, я хочу что-то узнать про лечение рака легкого. У меня выкатывается огромное количество всяческой рекламы контекстной, как правило, либо клиника, либо лечение за границей. И тот контент, который там можно найти, он обычно – это какие-то общие слова, переписанные друг у друга много-много раз. И совершенно человек, когда прочитает эти общие слова, он так, в общем, ничего не поймет. Иногда поймет то, что не нужно, и станет, скажем так, его подготовка хуже, чем до Интернета. Если мы откроем англоязычную выдачу по тому же запросу, то прямо в первых строчках выдачи мы найдем материалы таких, допустим, клиник, как МИО, всем известная, или специальные сайты для пациентов, которые сделаны профессиональным сообществом, например, вот это вот Cancer Research UK, или американский CancerNet, где информация подается в читаемом, структурированном и проверенном именно на пациентских фокус-группах в виде и проверенных специалистами, профессионалами, онкологами. У нас пока такого нет, собственно, из-за недостатка контента, то есть самой вот этой вот информации, которой можно доверять. И, собственно, для того, чтобы мои пациенты, и не только мои, естественно, вообще все могли что-то прочитать в Интернете, потому что они все равно читают все в Интернете, несмотря на то, что они услышат, отменяют любого другого врача на консультации, и был придуман этот проект с пациентскими гайдлайнами. Собственно говоря, их делают те же самые профессиональные ассоциации, которые делают гайдлайн для врачей, потому что они поняли в какое-то время, в общем, не так давно, на самом деле, что пациенты в этом очень-очень нуждаются. Ну вот, там это тоже как пример одного из сайтов, где, да, по ракуле легких человек может сразу кликнуть на особенности хирургии, химио-лучевой терапии, химиотерапии, в общем, всего, что ему необходимо знать, чтобы понимать, как его лечат и как течет его заболевание. Дальше у нас была дилемма определенная, потому что, в общем, два таких общепризнанных, ну, скажем так, самых крупных, известных, уважаемых профсообществ зарубежных есть, которые делают пациентский гайдлайн, это европейцы, ЭСМО и НССН-американцы. Тут у меня несколько слайдов, почему мы взяли именно американцев. И тут у меня слева на экране будут картинки из НССН, и справа картинки из ЭСМО, из европейских пациентских рекомендаций. Да, почему мы взяли американские? Потому что, конечно, гораздо выше качество материала. То есть вот слева, например, из одного из переведенных нами гайдлайнов, где там показано, чем рак отличается от нерака, да, и такие картинки какого-то общего характера в европейском гайдлайне, там вот эти вот типичные из ЭМИЧ-банка, там как несколько красивых врачей обсуждают какой-то явно сложный случай. Вот, и как нам кажется, гораздо более информативно это сделано американцем. Очень структурировано. Слева, опять-таки, пример из нашего американского перевода, и справа европейский. Значит, в каждом разделе есть, скажем так, краткая, самая важная информация, есть краткое содержание, да, и все это очень подробно, структурно представлено. Гораздо... И у каждого раздела тоже есть очень четкая структура, чтобы человек мог быстро найти, что он хочет вот в данный момент посмотреть, потому что все мы знаем, сейчас никто не любит читать много-много страниц книжек, а все любят зайти и быстренько понять вот именно сейчас, именно тебе, что нужно для ответа на твой вопрос. Также нам очень-очень понравилось то, что тут есть изображение процедур. То есть вот, например, когда женщина с раком молочной железы, значит, как происходит стадирование, да, то есть мы до операции, до химиотерапии, до любого лечения должны, допустим, узнать, и поражены ли лимфоузлы, да, и тут прям конкретно с картинками показано и рассказано, там, чем, например, тонкоигольная биопсия отличается от трепанобиопсии. Мне это жутко не хватает, например, для моих пациентов с лимфомами, да, когда, хотя здесь примерок молочной железы, допустим, когда я говорю, что там, допустим, для лимфомы тонкоигольная биопсия не подходит, а нужна трепанобиопсия, люди, совершенно людям это ничего не говорит, ни о чем, да, что это такое. А здесь вот сразу можно посмотреть, что там тоненькая иголочка со шприцом, это тонкоигольная пункция, а там толстая иголка, которая забирает столбик ткани, а не жидкость, да, это трепанобиопсия. Вот это вот картинки с процедурами, они тоже меня покорили при выборе источника. Также показаны механизмы, механизмы воздействия лечения препаратов, да, вот, например, все говорят, таргетная терапия, что такое таргетная терапия, где тут этот таргет, да, что это за цель такая. Так вот здесь это не просто словами, да, еще и в картинках показано, что это вообще все такое. Стодирование. Значит, вы вот здесь опять-таки слева американские, справа европейские, да, что в европейском все вот эти вот скучные, пестрые какие-то буквы мелким шрифтом. Здесь слева у нас показано вообще, как происходит стодирование, отмечены какие лимфоузлы, да, то есть вот человек получает стадию, у него там какие-то странные, но он, например, Т3, например, он думает, что это стадия, да, это на самом деле не совсем общая стадия, ну и вообще как это все ставится, почему это Т3, и там они Т1, да, и там и Н, вот это вот все, да, вот здесь вот очень легко, да, я больше скажу, ладно, пациенту, студенту, наверное, разобраться легче вот по этому гайдлайну, медицинскому студенту медвуза, да, как, почему стадирование именно такое, а не другое, очень наглядно и понятно. Значит, теперь интересно, что, значит, вот мы его перевели, эти там несколько гайдов, я сейчас не буду их перечислять, их все можно найти на сайте институтных, уже штук, наверное, сколько мы сделали, я думаю, штук, наверное, 9 уже так, навскидку, вот, но, значит, и вот мы их перевели, и что, где они, чьи они, почему они, они, значит, все еще, ну и это условие основное, они находятся в собственности НССН, НССН – это вот это вот профессиональное американское сообщество онкологов, они висят на сайте НССН, их можно, там вот этот скриншот с сайта НССН, их можно найти на сайте НССН и загрузить в виде PDF, как я люблю это делать на самом деле, либо листать в листалке, это, видимо, для тех, у кого планшет есть, у меня нет, поэтому я не могу оценить, наверное, тоже здорово, вот, я такой олдскульный PDF люблю, и, ну вот, два варианта, либо читалка, либо загрузка PDF мы, там есть какие-то опции сделать его печатным, мы специально так не особо сильно это хотим, потому что, в общем, сейчас, ну где это раскладывать, это здоровые книжки, да, должно быть хорошее качество печати, поэтому больше все-таки ориентироваться на онлайн при выборе формата. Значит, где принципиально можно найти эти гайдлайны? Можно их найти на сайте НССН в разделе пациентские гайдлайны, и можно их найти на сайтах наших партнеров, сейчас вот я о них в конце скажу, это огромное количество людей, без которых ничего бы у нас не получилось, это в основном благотворительные фонды и другие волонтеры, и вот один из волонтеров сейчас у нас перед нами, это Ольга Эдуардовна, которая всегда помогает распространять эти гайдлайны в своей группе, которая, по-моему, самая большая, и там огромное количество трафика пациентов, людей, которым это все нужно. Вот, и, значит, эти гайдлайны можно найти как на НССН, так и на сайтах наших партнеров. Вот здесь пример – это фонд «Живой», это наш основной партнер, о нем ниже, и другие фонды, такие как «Женское здоровье», с которыми мы в «Рак молочной железы» делали, это фонд «Пробесликемии», который вот только что, самый последний гайдлайн вышел по имей ЛОМИ, это первый гематологический гайдлайн, который вышел, и его можно найти на сайте фонда «Борьба с лекимией». Как мы распространяем? Ну, смотрите, ну, во-первых, вот как я лично это делаю практически на каждой консультации, я отправляю всем ссылки на эти гайдлайны просто по электронной почте. Все наши пациенты имеют электронную почту, и я тут всем им это отправляю, если у них этот диагноз. Я говорю, вот мы с вами обсудили, у нас есть план, у нас есть медицинское заключение, это все здорово, но вот вам еще ссылка на гайдлайн, и, пожалуйста, если есть интерес, почитайте вообще в общем и целом, потому что это поможет вам структурировать свои знания о диагнозе. И никто еще не сказал, ой, нет, я не хочу, да, то есть все с огромным, потому что у всех одна проблема, все ищут в интернете и находят там вот какой-нибудь там моржовый бивень, да, и что там еще, бобровую струю. Вот, и все очень хотят в одном месте релевантную, удобную информацию. О профильной группе тоже поговорили, о материалах в прессе, у нас было несколько материалов в Медузе и в другой прессе, значит, ивенты, то есть мы, когда у нас случается каждый релиз, мы делаем какую-то там либо пресс-конференцию, либо пресс-релиз. Первая пресс-конференция у нас была с участием Андрея Павленко, первым мы перевели как раз гайдлайн по раку желудка, и он приехал в Москву и поддержал нас с этим. Причем, ну, это случайно достаточно получилось, что именно первый был по раку желудка, вот просто так случайно получилось, и Андрей поддержал нас очень сильно и привлек большое внимание к этой работе. Вот, ну вот, как мы это делаем, как мы распространяем. Ну и немножко по статистике, это я добавил буквально последний слайд, который добавлен был там чуть ли не сегодня. Сколько же смотрят, да, мы, ну, пока у нас есть только статистика по нашим партнерам в России, то есть вот на сайте женское здоровье, там, где висят гайдлайны по раку молочной железы, их посмотрело в первый же месяц 9 тысяч человек. Мне кажется, это совсем немало, с учетом того, что у нас всего 500 тысяч новых случаев диагностируются в России со всеми какими угодно злокачественными образованиями. Вот, на сайте фонда «Живое» мы знаем статистику, это около 20 тысяч уникальных именно посетителей, именно на странице гайдлайнов за все время. НСН, пока мы у них выбиваем эту статистику изо всех сил, ну, пока не получилась военная тайна, но уверена, что у нас получится. Значит, ну, интересно, на самом деле я посчитал, то есть от первого моего письма в НССН в 2017 году до первого релиза прошло около два года, это колоссальное время, то есть мне потребовалось очень много терпения для того, чтобы это началось. Сейчас все значительно легче, потому что уже все знают, уже все понимают, зачем это, есть много партнеров, сейчас просто соотношение моих усилий и результата, оно совершенно поменялось, в отличие от того, что было первые полгода. Было много скепсиса, разные люди, которые занимаются благотворительностью, ну, в смысле, некоммерческие организации, которые в области здравоохранения говорили, мы не соберем деньги, это очень сложно, это непонятно, это не спасение конкретного человека, конкретной какой-нибудь маленькой белокурой девочки, которую ты можешь купить лекарства и спасти от смерти, то как, в общем, на что хорошо собирается. А это вот непонятно, какие-то тексты, почему это так дорого стоит, почему вообще за это надо платить, а что нельзя просто взять и написать. Вот, и приходилось объяснять очень долго людям, почему нет, да, почему нельзя так сделать. Вот, это достаточно дорогостоящая работа, причем там основная часть денег идет в самую системную верификацию, потому что они отвечают за контент и даже на русском языке. Вот, и очень сложно объяснить, почему вот нельзя взять, просто надергать из интернет-материалов и сделать вот как обычно. Вот, или написать самим, например. Что, с чем мы сталкиваемся сейчас? Михаил Ставильевич, у нас время, и вот, к сожалению, уже 5 минут мы перебираем, поэтому по возможности. Да, давайте, я засек время, если есть 2 минуты, то я за них обязательно улаживаюсь. Есть? Да, да. Отлично. Значит, что у нас сейчас? Невозможность публичного фандрайзинга по условиям СССР. Не могу в интернете написать, дайте денег на гайдлайн, это нельзя по условиям договора с СССР. Ну и, соответственно, конечно, хоть сейчас уже сильно проще сфинансирование, но, тем не менее, до сих пор не так просто. Про наших партнеров скажу, не могу не сказать. Это фонд «Живой», основной наш партнер Вика Гаджанова, которая, собственно, основное количество гайдлайнов с нами потянула и продолжает. Это вторая волна, скажем, нашего гайдлайнового вируса. Это фонд борьбы с лейкемией, который помог нам прийти в гематологию, продолжает помогать. Это женское здоровье, которое помогло нам сделать самую-самую... Катя Башта, которая помогла нам сделать самую большую тему вообще в онкологии, трактмолочной железы. И у нас на подходе питерский, точнее, как мы очень-очень давно уже сотрудничаем с Еленой Грачевой, но, значит, сейчас вот уже почти-почти начали делать один гайдлайн с Адвитой, с Питером, и фонд Хабенского с опухолями ЦНС. А также это люди, это вот мои доктора слева, без которых у меня бы точно не было никакой возможности этим заниматься. И это Ольга Авдеева, наш основной переводчик. Это Миша Феменных, это питерский гематолог, очень отзывчивый и деятельный, без которого гематология не могла увидеть свет никогда. Вот, спасибо, я буду рад ответить на вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо.